Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Субтитры делал DimaTorzok Молодежь не скучает. Самый популярный вид спорта здесь – футбол. А за него отвечают тренеры Кирилл Устинов и Евгений Рзянкин. Все площадки забиты до отказа и очень большую популярность вызывает среди молодежи. На самом деле у нас профессиональный клуб крыльев советов существует в Самаре. Во многом он такое небольшое оказал влияние, влияние на молодежь. Ваш секрет успеха, что к вам приходят и дети, и молодежь? Во-первых, тренер – это такая благородная профессия, как не скромно мне об этом говорить. Но я думаю, тренер должен быть в первую очередь для любого мальчишки другом. Чтобы он приходил туда не просто на человека, который на него кричит, или что-то от него требуется, если он не понимает, зачем это. Надо быть для него, во-первых, другом, чтобы он приходил с удовольствием, не просто поиграть в футбол, но и пообщаться, поделиться с вами какими-то эмоциями, впечатлениями. И также процесс должен быть тренировочный, интересен ему, не чтобы это было не в напряг, с удовольствием. Главное желание футболу – это как раз мы прививаем. Во всей России главный вид спорта – это футбол. И в нашем клубе, так скажем так, как это правильно назвать, клубе здоровья, вот так назовем, мы вели такое новшество, как паннофутбол. Это одна из разновидностей уличного футбола, где главным правилом в этой игре паннофутбола является правило прокинутого мяча между ног. То есть игра ведется до первого прокинутого мяча между ног сопернику. Можно забивать, конечно, голы, но если ты прокидываешь мяч между ног, то тебе особый респект. То есть ты выиграл. На все отводится три минуты. Если за три минуты не проборщина было между ног, то считается по большему количеству голова. Да, кто больше забил голов, тот побеждает. Запрещен контакт, ну то есть тяжелый, никаких подкатов, естественно. Поле небольшое, самопроизвольное, можно самому учерстить поле, поставить какие-то там ворота, можно две бутылочки из-под воды поставить, в них можно забивать голы. Куда к вам приходить, чтобы научиться новой разновидности игры? Вот у нас, да, у нас занятия проходят, вот у меня, у нас лично, как у тренеров по месту жительства, в сквере Родина. Это бывший сквер Калинина. Вот, у нас там три дня в неделю он нас отводит. Администрация, это понедельник, вторник, четверг с часу до трех. Вот, пожалуйста, в это время могут прийти любой желающий, площадка будет открыта, тренер находится на месте, вот, и мы со всеми... Возраст? Возраст, вот старый млад, кто, кто, да, по желанию, нет рамок. У нас есть дети и трех лет, может прийти 18-летний парень, ну, конечно, бывает желание у взрослых, но они в силу, наверное, стеснения какой-то не приходят к нам. Какая-то первоначальная подготовка футбольная должна быть? Да главное желание. Все, да, все, что мы... Если к нам придет молодой человек, мы будем в индивидуальном порядке, у нас будет идти тренировочный процесс, вот, если мы работаем вдвоем, а мы чаще всего работаем вдвоем, то один ведет командную тренировку, а другой может индивидуально подсказать, поправить, там, не знаю, в пору даже потянуть носок, как надо поставить ногу руками, вот, для этого в индивидуальном порядке, для этого преимущество, что мы работаем. Если я правильно понял, были показательные выступления этого вида спорта, да? То есть какие-то соревнования в самом деле существуют? Мастер-классы были, да. Ну, мы в ближайшем, обозримом будущем, я думаю, будем проводить соревнования, чтобы привлекать молодежь ко всему этому делу. Панна футбола, я бы сказал, это даже, как выразиться, это очень зрелищный вид спорта, то есть в этом виде спорта постоянно какие-то такие финты необычные. То есть мы, некоторые финты мы не можем увидеть в большом футболе даже, который исполняет звезды футбола, всякие Роналдеры, Нальдинио и Месси. Вот, и там постоянно нужно, ну, как в общем-то и в футболе, но в панна футболе еще нужно больше концентрации. То есть когда ты пропускаешь мяч между ног, это довольно-таки обидно, вот. Но зато тебе радость, когда ты прокинул. Вот, поэтому молодежи это очень интересно, им всегда интересно поиграть друг против друга, вот, это спарринг, вот. Но, опять же, не надо забывать то, что в спарринге всегда нужно иметь уважение друг к другу. Для этого вида спорта не надо ничего взять мяч, позвать друга и идти просто на площадку, да, самостоятельно. Не надо никого созывать, как много у нас в футболе приходит, не набирается народ, и они пинают мяч от ворот до ворот, но не особо интересно. А тут можно сделать маленькую площадку, взять один мяч и начинать играть. Очень энергозатратно. Кажется, что три минуты, но за эти три минуты можно... Пропатить так, что... Да, столько потов, да, себя спустить, столько сил потратить. Как два тайма по 45, да? Да, можно и так сказать, да. Возвращаясь уже к большому футболу, что могли бы сказать, как профессиональные футболисты, тренеры, на каком уровне мы играем, и возможно ли выйти в премьеру? Ну, уровень игры для ФНЛ у нас достаточно хороший. Вот, да, у нас решаются задачи, естественно, выхода, мы ни в коем случае там не хотим просто задержаться в ФНЛ, у нас есть задачи выхода. И это самое главное. Если задачи ставятся, значит их надо выполнять. Осталось совсем немного до чемпионата мира по футболу, несколько матчей будет проходить в Самаре. Вообще, с какими ожиданиями вы встречаете этот турнир? Не только Самара. Для Самары это очень прям большое событие. Это для всего футбола мирового большое событие. Все его ждут. Четыре года проходят, ждут другой чемпионат мира. Да, для Самары это такие объекты строятся, как Космос-арена. Вот, его пока никто не видел, но все очень ждут. Там все очень в таком этапе начальном. Ну, говорят, что успеют достроить. И инфраструктура развивается, дороги строятся. Это не только футбольная направленность, но и вообще социальная направленность всего города. Вот, все модернизируется в городе. Ну и в футбол приедут такие мастера футбола, как Криштиан Роналдо, Месси. Дай бог, чтобы они попали именно в нашу группу Самарскую, чтобы здесь они выступали. И наши самарские люди увидели таких мастеров. Не у всех есть такая возможность. Пойдете на этот футбол смотреть? На этот футбол я пойду смотреть. На Месси Роналдо нельзя не посмотреть. Что вообще ожидания от чемпионата? Какую игру вы хотите увидеть или ожидаете увидеть от команды и от сборной России? Ну, конечно, хотел бы достойную игру увидеть. Хотелось бы, конечно, побед. Все-таки это большая ответственность. Все-таки то, что чемпионат мира проводится у нас, и то, что приезжают звезды мирового уровня, это ответственность очень большая ложится на плечи наших футболистов. Я предполагаю даже, наверное, то, что выступим мы хорошо. Думаю, до полуфинала точно дойдем. Ваше мнение? Не могу с уверенностью сказать. Очень мы верим в наших футболистов. Но что-то, ну не что-то. Естественно, все закладывается изначально в школах, о чем мы говорили. У нас многое не так. Но это очевидно налицо. Потому что футболисты Германии или сборной Бразилии, Испании на шаг нас на два впереди. Надо что-то менять. И мы верим. Нам остается только верить. Командный футбол, наверное, надо пропагандировать нам, как и раньше. Если у нас нет таких ярких футболистов, как сборная Германии. Там Мюллер, Гетце и множество различных. В пану футбол они не играли, наверное, наши игроки. Поэтому, естественно, не хватает. И в заключение передачи, как вы считаете, чемпионат мира по футболу 2018-го сейчас как-то влияет на любительский футбол в Самаре? Как он повлияет после чемпионата мира? Увеличатся команды? Появится та система, о которой вы говорите? Я считаю, что это повлияет очень сильно. Я думаю, еще больше народ заинтересуется футболом. Еще больше молодежи заинтересуется футболом. Все начнут играть в эту игру. Кто даже не играл, мне кажется, начнет в эту игру играть. Так что ожидания большие после чемпионата мира? Да, ну, абсолютно точно. Футбол с каждым годом, он привлекает все большее количество людей, молодежи. Абсолютно точно все будет развиваться. И, кстати, футбол в Самаре любительский, очень активно развит. Это, наверное, видели в коробках таких 40 на 20. Постоянно горит свет, постоянно там играют взрослые ребята, и мужчины, и кто работает, после работы приезжает. Также и дети. В любительский футбол у нас развеет очень хорошо. То есть не зря фраз существует «футбол в Самаре больше, чем футбол». Абсолютно точно. Здесь его любят. Любят, как и во всем мире. И болеем за наших, и вообще болеем за футбол. Это был «Футбол» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь. С вами увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин